Добрый вечер, РФТОВ! Сегодня я объясню вам, что такое абсолютный инфинитив в древнем иврите и почему в академических кругах его именно так называют. При этом я подчеркиваю, что это будет моя версия, и она не совпадет с другими версиями. Я хочу выразить особую благодарность выдающемуся знатоку древнего иврита Яраму Лемельману за предоставленную мне консультацию. Итак, что такое абсолютный инфинитив? По моей версии, речь идет о существительном действии, и мы будем рассматривать сегодня глаголы ПААЛЬ. Я сразу же сравню древнюю схему построения существительного действия и современную схему, чтобы мы почувствовали, а чуть дальше я объясню на примерах, о чем идет речь, все будет несложно. Я беру глагол КАТАВ, ПИСАТЬ, НАПИСАЛ. В современном языке написание, действие, письмо, это КТИВА. В древнем языке, обратите внимание, каким образом строится схема. Здесь три буквы корня. Буква ВАВ между второй и третьей буквой корня. И я произношу с гласными звуками АО. КАТОВ. И КАТОВ в древнем языке это написание, письмо, как процесс. То же самое, что в современном языке КТИВА. Если вам непонятно было то, что я сейчас говорил в плане современного языка, посмотрите материал о схеме, о построении. Ссылка находится в описании к этому уроку. Теперь я беру корень самых ГИМЕЛЬ РЫШ. Закрывать. Закрыл. В современном языке закрытие, процесс, СГИРА. В древнем языке по аналогии, по схеме, со словом КТОВ, у нас будет САГОР. Я беру корень КУФ, РЫШ, АЛЕФ. ЧТЕНИЕ. ЧИТАТЬ. ЧИТАЛ. В современном языке ЧТЕНИЕ. Это КРИА по схеме. В древнем языке, соответственно, это будет КАРО по схеме. Я беру корень ШИНМЕМ РЫШ. Это СОБЛЮДАТЬ, или СТОРОЖИТЬ, ОХРАНЯТЬ. В современном языке СОХРАНЕНИЕ, или ОХРАНА, например, ШМИРА по схеме. В древнем языке ШАММОР. И теперь я вам уже не нужен. Вы легко можете строить и в современном языке, и в древнем языке существительное действие. Я беру корень ЗАЙН КАФРЭШ. ПОМНИТЬ. И ПРОЦЕСС, как бы, ЗАПОМИНАНИЯ, примерно так мы переведем. ЗХИРА. ЗХИРА в современном языке. А в древнем языке ЗАХОР. Я беру корень САМЫХ ПЕРЭШ. Это ПОДСЩЁТ. В современном языке ПРОЦЕС, ПОДСЩЁТ. Это СФИРА. А в древнем языке это будет САФОР. И теперь нам будет понятно, как перевести слова из песни. ЛЕХАДУДИ. Песня называется. И там есть такая строка. ШАМОР ВЕЗАХОР БЕДИБУР ЭХАД. И мы переводим это как СОБЛЮДЕНИЕ и ЗАПОМИНАНИЕ в одном из речений. Примерно так. И нам уже понятно, почему здесь ШАМОР, а не ШМОР, например. Нам понятно, почему ЗАХОР, а не ЗХОР. Идем дальше. В древнем языке нам могут встретиться очень интересные фразы. Например. У ЦАОК ИЦАК. Теперь нам понятно, что такое ЦАОК. Если смысл этого корня КРИК, то ЦАОК это процесс. КРИЧАНИЕ. КРИК как процесс. ИЦАК он закричит. И что у нас получается? Он КРИКом закричит. Теперь кто-то скажет, что это не совсем правильно передана мысль. Непонятно, зачем здесь два слова с одним корнем повторяются. А как еще можно закричать? На самом деле иврит очень образный язык. И КРИЧАТЬ можно ЖЕСТОМ. КРИЧАТЬ можно ГЛАЗАМИ. Намеком. Иногда мы сталкивались с ситуацией, что на нас учитель посмотрит, например, строгий. И мы чувствуем, что он просто глазами что-то прокричал. Он слова не сказал. Но мы чувствуем, что он как бы кричит на нас. Ему что-то не нравится. Школьное такое ощущение. УЦАОК ИЦААК или тенденция к тому, что два слова, они могут в связке выступать в иврите. И поэтому, может быть, произнесено было бы УЦАОК ИЦАК. Об этом чуть позже я тоже подскажу. УЦАОК ЦААК. А здесь в прошедшем времени глагол. Он КРИКОМ ЗАКРИЧАЛ. А теперь нам будет понятен смысл, например, фразы. У ЗАОК ИЗАК. И похожий на корень ЦАДИ АЙН КУФ, корень ЗАЙН АЙН КУФ. Это ВОПИТЬ. То есть ЗАОК – это ВОПЛЬ, как процесс. И у нас получается «ОН ВОПЛЕМ ЗАВОПИТЬ». И мне очень нравятся такие фразы. То есть еврит – древний, очень красивый язык. Он ВОПЛЕМ ЗАВОПИТЬ. В прошедшем времени, если мы хотим сказать «ОН ВОПЛЕМ ЗАВОПИЛ», то это будет УЗАОК ЗААК. То есть мы ставим глагол «в прошедшем времени». Это я к тому, что мы можем стилизировать какой-то текст под древний, если мы хорошо владеем вот этой техникой, если мы понимаем, как строится предложение в древнем языке. И теперь следующее предложение. Давайте их будем переводить. Представим себе, что перед нами текст древний. Мы выбираем из него некоторые кусочки. ГУ, КАРО, ИКРА. И мы здесь уже понимаем, о чем идет речь, что он чтением прочтет. Как бы он, читая, прочтет. Кстати, этот абсолютный инфинитив, о котором мы сегодня говорим, он при переводе не всегда переводится как инфинитив, или чаще переводится не как инфинитив, а, например, как наречие. То есть, он, читая, прочтет. А кто-то скажет, а как можно еще прочитать. А можно прочитать на слух, например, включить какую-то видеозапись. Понятно, что в древнем мире этого не было, но все равно кто-то один, например, мог читать, а окружающие к нему присоединялись и читали этот текст, слушая. То есть, здесь кажется, что это не совсем логично все, а на самом деле все очень логично. И КАРО мы можем перевести как читая. То есть, это может быть и наречие, и существительное. И чуть позже я объясню, почему все-таки инфинитивом его назвали. Давайте переведем ХУ ШАМОР ИШМОР. И получится, он, соблюдая, будет соблюдать. Соблюдением своим будет соблюдать. Например, так. И ШАМОР ТИШМОР. Это здесь я сравниваю. То есть, если в случае речь идет о женщине, то у нас глагол последующий, он согласуется уже вроде с местоимением. И ШАМОР ТИШМОР. Или, например, АНУ ШАМОР НИШМОР. И мы переведем как мы соблюдая будем соблюдать. Или мы соблюдением будем соблюдать. И теперь я объясню. То, что называется абсолютным инфинитивом, мы сказали, по моей версии, это существительное действие. В чем проблема? Почему мы не говорим об обычном инфинитиве? В древних семитских языках не было инфинитива. Инфинитив – это неопределенная форма. По моей версии, в древних семитских языках не было неопределенной формы. В арабском языке до сих пор нет неопределенной формы. Каким образом обходятся языки без неопределенной формы? Строится фраза по другому. Вместо того, чтобы сказать, например, «Он хочет закрыть», будет сказано «Он хочет закрытие». Или другой вариант «Он хочет, что он закроет». «Он хочет, чтобы он закрыл». Примерно так. Я сейчас не буду подробно об этом рассказывать. В описании к этому видео находится ссылка на другой материал, правда, на другом моем канале по изучению арамейского языка. Но это не важно, о каком языке идет речь – о иврите, или о арамейском, или об арабском. Все это актуально для древних семитских языков. А теперь попробуем перевести фразу. Например, «Он хочет закрыть» или «Написать», «Прочитать» на древний иврит. И дословно мы сказали, что в древнем языке, по моей версии, нет неопределенной формы. То есть мы подстроим фразу, по-другому мы скажем «Он стремится к закрытию, написанию, прочтению» и так далее. В современном языке мы бы использовали слово «руце», А в древнем языке я использую слово «хафец» в стиле древнего языка. «Хафец» – это «стремлюсь», «очень хочу». А дословно «моя душа стремится», «я стремлюсь». Если «у хафец», то это «он стремится». И обратите внимание, дальше что я делаю. Я говорю «У хафец» – «ле сагор асфарим». И у меня получилось «Он стремится к закрытию книг». А по смыслу получается, что он хочет закрыть книги. Книги были открыты, например, и он их хочет закрыть. «У хафец» – «ле сагор асфарим». И вы чувствуете, когда произносится «ле сагор асфарим», немножко сложно произносить много гласных звуков. Нет тенденции к сокращению количества гласных звуков, чтобы легче было сказать, чтобы бегло все это получалось. И на каком-то этапе, в процессе развития языка, или там движения языка, по-другому я скажу, получилось так, что вместо «ле сагор» или «на сагор» стали произносить «ли сгор асфарим». «У хафец» – «ли сгор асфарим». Он стремится к закрытию книг. Через какое-то время, под влиянием, возможно, других языков, или, может быть, как само собой, слово «ле сагор» стало переводиться как инфинитив, как неопределенная форма. Хотя изначально это не неопределенная форма. При этом, основа «сагор» – это основа неопределенной формы. Ее назвали абсолютным инфинитивом. Хотя изначально это был не инфинитив. Изначально это существительное действие. Теперь давайте прочитаем другую фразу на древнем иврите, или стилизованном по древний иврит предложении. Прочитаем. Я возьму переведенное на русский язык, переведенное предложение. «Он хочет написать книги». Я пишу. «У хафец ле катов асфарим». Из-за тенденции к сокращению гласных звуков и вообще всех известных тенденций, в том числе в классическом иврите вместо «ле» произносятся «ли» предлог. Правда? Я произношу «ухафец лихтов асфарим». Срабатывают правила, которые до сих пор в классическом иврите или в иврите высокого стиля актуальны. И вместо «ле катов» у нас получилось «лихтов асфарим». В плане древнего иврита – это «к» написанию книг, а в плане современного иврита постепенно это уже воспринимается как «написать книги». Я беру вместо «написать», я хочу сказать «прочитать», дословно «прочтение». У меня получится «У хафец лекаро асфарим». Или я скажу по правилам классического иврита «ликро асфарим». «У хафец лекро асфарим». Он стремится к чтению книг или он стремится прочитать книги. То есть постепенно, еще раз, вместо «ликро» стало восприниматься как обычный инфинитив. По аналогии с этим, давайте возьмем слово «шамор». «Шамор». Я скажу «У хафец лешмор асфарим». И у нас получилось «он стремится к сохранению, к бережному отношению книг». Идея понятна, да? Можно еще и другие слова запомнить, посчитать. Вы это сделаете самостоятельно, чтобы потренироваться. И теперь, когда мы уже поняли, что такое абсолютный инфинитив, что это некое такое существительное действие, и нам теперь понятны будут предложения, которые дошли до нас из древнего иврита. Например, «У йо деа кро у хтов». И вот это «кро», это видоизмененное «каро», переводят как «он умеет читать и писать». А по сути это «он знает, он умеет чтение и письмо». Мы переведем, как ему знакомо, ему известно, чтение и письмо. И здесь опять действует правило классического иврита, древнего иврита. Мы читаем «ухтов», а не «вкатов», например. Или выражение «бифроц амагифа». «Пароц» – это когда что-то вторгается, прорывается. «Бифроц амагифа» с распространением эпидемии, в начале эпидемии. И вот это слово «пароц» преобразовалось здесь в связке. Будем считать, что это смехут, да? Или смехут и есть. «Бифроц амагифа» в начале эпидемии, во взрыве эпидемии. Примерно так по сути можно перевести. Или еще вот такой оборот здесь. «Каше минсо». «Тяжело». И дальше «нсо» от слова «насо». И глагол «носэ» – это «несет». То есть «насо» – это «несение», если по-русски так нельзя, наверное, сказать. Но как бы дословно «несение», «ноша», давайте скажем, как «процесс». «Каше минсо» получилось тяжело, чем вот «ноша». По смыслу это невозможно нести, непереносимо. «Каше минсо». Или, например, нам встретится «эйнсфор». «Эйнсфор» получается «нет», «софор» мы сказали от слова «сфера», «софер» – это подсчета. «Эйнсфор» – «нет пересчитывания». По смыслу мы переведем как «бесчетно». «Очень много», невозможно посчитать. И теперь тенденция, которую я заметил в последние годы на некоторых сайтах новостных. Мы можем прочитать, например, очень условно предложение. «У родца лихтов асефер». И это, может быть, два варианта. Нам кажется, что здесь что-то не так в этом предложении. То есть, в плане современного языка хотелось бы написать «У родца лихтов асефер». Не хватает здесь частицы «эт». Здесь два варианта, возможно. Либо это ошибка редактора или составителя новостей. Либо здесь человек напротив. Он очень хорошо владеет, в том числе и древним ивритом. И он хочет свои тексты, свои новости немножко стилизовать под древние ивриты. Такое тоже бывает. То есть, вряд ли человек ошибается, который составляет новости на хорошем иврите. И мы сталкиваемся с этими вещами все чаще и чаще, когда элементы древнего иврита используются в современном языке. И здесь нам нужно понять, что это не ошибка. Это просто зависит от уровня текста. Если текст рассчитан на подкованных людей, которые понимают, о чем идет речь, то это не ошибка, а просто элемент стиля. Очень интересный. Может быть и не оправданный для новостей, которые рассчитаны на широкую аудиторию. Но, тем не менее, такое явление в современном языке тоже есть. Еще раз, итог. Абсолютный инфинитив, несмотря на свое название, это не инфинитив, не неопределенная форма, а это существительное действие, которое постепенно в течение развития языка преобразовалось в инфинитив, как один из вариантов использования. Это может быть и наречие, и какое-то существительное, и глагол. То есть по контексту мы будем переводить, так как нам удобно в плане перевода. Я очень надеюсь, что это было понятно, полезно и интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.